Всем доброе утро. Добрый день, точнее. Мы уже собираемся домой. Всё. Время наше вышло. Пора в Москву, пора в школу. Школу-то надо этот учебный год закончить. Но я думаю, что мы скоро вернёмся. Конечно, вернёмся. Всё, закончим, завершим наши дела и вернёмся. Хорошо было. Было классно. Ай! Не, я её снимала просто. Мы уже в дороге, на светофоре стоим. Но у нас, конечно, полный... Вау! Ужас. Милейшую тошнит, так что... Да, сейчас я поняла, что я сказала имя. И, наверное, зря только она не проснулась. Она пытается спать, но её выворачивает. Завидно регулярностью. Дома! Так, милейшая. А почему это пахнет? Курочкой, судя по всему, пахнет. Судя по всему, похоже, всё успел. Ой, как вкусно пахнет! Обалдеть! Так. Так, милочка, милочка! Надо срочно кому-то идти раскладывать пелёнок. Да, я точно. Милёчек! Милка! Мила, мила! Милок, иди туда! Здорово-здорово! Милка! Это я ещё не раз не виделись. Побежала! Кукушки! Да сейчас, погоди, скажи, сейчас я решу. Папа! Ты знаешь, что из-за зоны задавали? Что вы из-за зоны задавали? Ма! Что это? Это осьминожка! Осьминожка! Что, что? Почему ты не просто осьминожка? Ой-ой-ой! Я дома! А где ты пока? Пойдём, пойдём, иди попей, мил! Ноги по мне. Ну, по-по-по. Жажда замучила. На что? Ты Милкина грязная куда? В пакет убирала, который там стоит? Да, сзади там пакет, и там всё. Мама, что ты? Нет, конечно. Сейчас дай ей на пелёнку сходить. Она сейчас это описывается вся. Писай, писай, да. Молодец, умничка, молодец, Мил. Молодец. Всё, ты дома. Да, дома. Я дома! Я дома! Тут моё кресло. Чего? Собаку мыть надо после дачи? Вообще, да. Да. Мы везде ходили. Мы лазили под беседкой, под сараем, где только не была наша собачья лапа. Давай тогда её сегодня вымоем. И я её посушу там все недели. Она тру, потому что фу, какая-то грязная. Кому хуеть. Зато она счастлива, что она приехала. Скажи, хватит. Я лежу уже дома, вся взлохмаченная. Мы только недавно приехали. Сразу к нам подъехала доставка, потому что мама передала со мной цветок, который нужно знакомой отправить. И тут же ещё и доставки, доставки туда-сюда. Сейчас будем мыть нашу чумазеню. Мы всю дорогу выворачивались наизнанку. Теперь надо помыться. Ну и плюс она набегала там и по двору, и везде, где только можно. И под беседками, и под сараями, где она только не была. Мыться будем? Ты, миленькая, будешь. Вывалилась тут, нифига не впитывается. Впитываюсь я. Мила, Мила, сиди. Тебе надо впитать всю воду, а потом тебя сушить надо ещё. Сиди, пупсик. Да, чистенькая наша красавица. Не переворачивай меня, мне так неудобно. Так вот, Джонни. Нет, так вы раз ногами, я не люблю. Вот, как-нибудь так вот. Ой, это трюк у нас какая. Ну, неважно. Так. Всё, сиди. Всё, греюсь я. Ты моя умница. Ты моя девочка. Молодец. Молодец, моя малышка. Молодец. Всё, ты уже получила свой кусочек. Как он? Как он? Кусочек, это забыла, как называется. Похвалительный. Как он? Поощрящий. Поощрительный. Да. Кто-то говорит, что мы часто собаку моем. Но, правда. Её действительно не нужно так часто мыть. Но просто мы берём её в кровать. Сейчас мы берём её к себе в постель. А так как она бегала на даче, где только хотела, где только могла. И под сараем, и под беседкой. И что она только не выделывала там. То мы предпочитаем её помыть. У нас щадящие шампуни. Вот. Посушить. И потом спокойно брать её дальше. То есть на кровать, на диван там. Ну, в принципе. Вот. Так что, да, часто. Но исходя из того, что мы с ней тут делаем, как мы тут с ней живём, что она имеет доступ на кровать, то мы так делаем. Ну, вот пушистик. Посушилась. Ну, почти полностью. Почти. Всё. Теперь можно на кровати шлындать, да? О, понеслась, родная. Мил, ты белая, оказывается, да? Вытирается. Пусть вытирается, сушится. Она, конечно, устала. А у неё сегодня ужасная дорога. Ну, с её, так сказать, точки зрения. Потому что она рвала её всю дорогу. Плюс ещё помыли по приезду домой, да, котик? Помыли, да. Совести, скажу, у вас нет. Я думаю, она сейчас отрубится очень быстро. Что такое? Кто там? Пойдём посмотрим. Пошли посмотрим, кто там. Пойдём посмотрим. Что там такое? Иди глянь. Иди глянь. Что там? Это её шампунь-то, да? Это, да. Это её шампунь. Угу. Всё. Ты чистенькая. Беленькая, оказывается. Ох, у меня сейчас будет великолепный вечер. Угу. Супер. А, и, конечно же, кофе. Всем приветики. Ну что? Чего у меня начинается день с утра? Я начинаю отмывать плиту. Дима тут повеселился. Рыбу жарил. Вот. Да, и витаминки. Пытаюсь свои выпить. Тут вообще, блин, тут дотронуться вообще страшно до чего бы то ни было. Так что сейчас витамины выпью и быстренько забрызгаю здесь всё моющим средством, потому что, ну, это вообще кошмар. Он любит жарить на высокой температуре. Сколько я не говорила, что всё это брызгает, не делай так. Нет, всё равно он жарит на высокой температуре. При этом забрызгиваю всё вокруг, и стенки, и всё-всё-всё-всё-всё-всё. Стирка. Продолжение следует... Я уже, по-моему, показывала, чем я пользуюсь. Офигенная штука, но ядреная кошелка. Тут надо брызгать и уходить просто сразу куда-нибудь. Обожаю вот это вот теплое время мая, когда вот он такой, градусов 20, когда только-только начала распускаться листва, когда только-только полезла трава, когда она вот такая сочная, зеленая, прям яркая-яркая. Так это классно смотрится. И запах, запах весны, который зимой вообще отсутствует напрочь. Это, видимо, запах зелени. Так мне нравится. Я вышла ходить снова. У нас сегодня просто тепло, сегодня нет дождя. Сегодня прям такое, погода классная. Нам вроде обещали 18, но сейчас, по-моему, больше. На солнце так точно. И ветер теплый-теплый прям летний, южный. Зашла к родителям в квартиру. Ну так, проверить, посмотреть, может быть, что-то нужно помыть. Папа же приезжал, он же и кушал, и все как бы. Но времени у него на уборку точно не было. Вот. Ну нет. Все чистенько, ничего не надо. Ну ладно. Заодно проведала, посмотрела, чего как. Зашла везде. Все хорошо. Так, Димка меня давно просит приготовить овсяные печенья. Так что сейчас будем как раз этим заниматься под сериальчик. О, приветик! Пришли уже? Да. Разрыхлитель купили. Купили, молодцы! Да, я подготовила здесь овсяные хлопья, сливочное масло, сахар. Коричневого сахара у меня нет, поэтому он будет просто белый. Здесь мука, будет еще яйцо, разрыхлитель, корица. Это я пока сюда еще не добавляла. Но это будет в процессе. Сейчас маслице растапливаем на сковороде. Буду обжаривать хлопья, чтобы было вкусно, чтобы они пахли, чтобы вкус был классный, чтобы прям вот яркий был такой. Обжарила слегка овсяные хлопья до состояния, чтобы они немножечко потемнели, чтобы начался просто невероятный запах по всей кухне. И не только. У меня даже ребенок из дальней комнаты сказал, что ой, пахнет рыбечкой. Вот, короче, да, они такие получились сухие, поджаристые. В общем, то, что нужно. Сейчас они постынут. Я их перекину сейчас в тарелочку обратно. И займусь остальной частью. Ну и, собственно, у меня, как обычно, ленивые печеньки. Потому что я все это буду замешивать в хлебопечке не по отдельности, а все сразу вместе. Итак, вбиваем яичко. Сейчас сюда же сливочное масло растопленное. Все, поставила замешиваться. У меня, к сожалению, программа замешивания теста часовая. Я останавливаю ее раньше, потому что мне растаивать его не надо. А то она начинает нагревать. Вот, мне это не нужно. У кого есть программа без расстойки, у меня на прошлой хлебопечке была. И была она, по-моему, 15-минутная. Только замешивание и все. То ставьте на нее. У меня, к сожалению, не оказалось корицы. Должна была быть корица, чайная ложка. У меня нету. Неожиданно. Поэтому я вместо нее положила кунжут на глаз. Все, хлебопечка все замешала. Получилось у меня вот столько. Вот, на самом деле, не очень много. Ну, как раз здесь печенек 20-15 будет небольших. Потом покажу. Сейчас ставлю в холодильник на пару часов. И потом покажу, что получится. Ну, все. Мы с Манькой налепили тут печеньки. Их получилось не очень много. Пахнут мне, конечно, обалденно. Так. Видимо, они коричневыми стали из-за того, что я обжаривала овсяное печенье. Потому что у меня не было коричневого сахара. У меня не было корицы. Но они все равно такие получились бежевенькие. Ну, отлично. Нет, это хорошо даже. Так. Мань тут моську слепила. Квадрат и сердечко. Сейчас разогреется духовка. И можно будет выпекать 20 минут. Да. Сейчас уже половина одиннадцатого. Ой, какие они хорошенькие стали. Раздулись. Потрескались. Прям как настоящие. Ой, что у меня тут не фокусировано? Ну, да, конечно. Конечно. Весь фокус пропал. Ну, достану, покажу. Он периодически ловит этот фокус. Во, может, вот так. Во! Хе-хе-хе. Потрескались как настоящие. Как в пакетике, как в пачке в магазине. Прикольно. Так, осталось им еще немножечко погреться. И можно будет их вытаскивать и на решетку, чтобы они немножечко отдохнули. Все, достали печеньки. Они такие темненькие стали. Такие красивые. Ой, вкусно пахнут. Сейчас они немножечко отдохнут, остынут и будем пробовать. У нас главный тестировщик Дима. Он у нас любит овсяное печенье. Так что вот он и будет отзыв оставлять. Дима, привет. Сегодня прям вообще теплышко. Просто это что-то. Сегодня в своих светлых брюках, в куртке-рубашке. Ну как, это не куртка, так. Чистая рубашка. У нее даже подкладки внутри нет. Вот, сейчас иду к врачу. У нас сегодня все наложилось одно на другое. И очень неудобно. Ребенок, все выпадает. Что-то прилипает к небу. Что-то выпадает. Безобразие. Мил. Милка. Господи. Да, что-то тяжело ей этот творог дался. Это какой-то другой, да? Ну, вкусовеский. Вкусовеский, да. Ну, звонила учительница. Сказала, что Маша сдала в математический класс работу. Математик, значит? Не знаю, не знаю. Посмотрим. Во всяком случае, это никак не поглядит. Это развитие мозга и все. Ну, да, да. Я тоже думаю. Ну, поглядим, как оно будет. Что? Все это. Ну, вот. Не знаю пока. Ну, посмотрим, посмотрим. Ясно, ясно. Вот, да. Она просто звонила. Как ты там себя чувствуешь вообще, в принципе? Ну, это нормально уже. Уже как бы. Как там твоя рука? Больше-менее уже все. Считай. Наташа, поэтому поднимал мешки. Как-то нормально все. Какие мешки? С этим? С землей, что ли? Ну, да. Ну, таблетки пока пью. Ясно. Ну, пей, пей все равно. Ну, то есть, скорее всего, растянул или что? Или надорвал? Ну, да, да, да. Да. Слава Богу, это не кости, ничего такого там. Не сердце. Да, да, да. Вот еще. Да. Ясно. Ну, слава Богу, отлично. Отлично, молодец. Ну, вот так же у нас все нормально. Завтра планирую подъехать и в Меднево, купить отфитер. Ясно. Вот так. В шестнадцатом уже придет кто-то заменит. Три? Три там придет? Ну, да, да, да. Окей, хорошо. Вот, а так, что тут? Все тоже, все те же. Угу. Отлично. Ясненько. Ну, все, супер. Хорошо. Главное, следи там периодически за септиком, чтобы он не переполнился. Ну, естественно. Заглядывай иногда туда, нарзан проверяй. Ну, конечно, конечно. В стаканчик вы там, в стаканчик вытяните. Ой, фу, ну, ну, как хватит. Уж какой. Ясно, ясно. Ну, как у Марьи в температуре-то? Да, ничего, нормально. Нормально, да, более-менее. Ты знаешь, сегодня с утра было 37,4. Вот. Но мы активно пьем воду, активно пьем чай. Стрепселс, инголипт. Там по полной программе мы с ней закидываемся. Вот. И сейчас вот было 37,2. Сейчас посмотрим, сколько будет. Так что нормально, нормально. Нет. Хорошо. Ну и чутенько. Ну вот. У нас все потемнело, у нас сегодня с утра прям солнце было и было жарко. Я сегодня в футболке ходила. Сейчас потемнело все. Ну да. Ну вот обещают где-то в 6 начнется дождь. Ясно. Вот. А так что, все тоже, все те же помидоры растут. Дома очень жарко. У нас продолжают топить. Просто вообще, я не знаю, пора это все дело отключать. У нас дышать уже нечем. У нас открыты все окна, и это вообще ни разу не помогает. Короче, звонила сейчас папе, неправильно включила камеру. Ну, короче говоря, да. Облажалась я по полной программе. Спросила у него как септик, потому что меня беспокоит то, что он начал переполняться. Папа, как обычно в своем репертуаре, сказал, что септик кристальный, из него можно пить. Вот. Что практически архы с нарзаной вообще. Ну вот. Ну, в общем, все нормально. Вроде никак не переполняется. Там снова, говорит, там и жир всплыл, и все. Надо будет это дело тоже вылавливать. Вот. Но в целом, говорит, работает прям идеально, безо всяких проблем, ничего такого. Так что. Давайте. Не, ничего, нормально вообще. Злюка. 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 Да, ты Злюка. Мила. Туда неси. Сюда. Да не со мной, не мягко. Не сильно кусается? Вообще не. Вообще не кусается? Рычит, как будто прям сейчас разорвет тебя. Не, 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 она не кусается. Ну, что ты меня-то тащишь? Ему тащи. Он с тобой тут играет. Да. 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 Аккуратнее. Дайте я на кухню пройду. Держи ее. Да. Да. Аккуратнее. Да. Субтитры подогнал «Симон»